Всем привет! Меня зовут Фёдор Васильев. Мы продолжаем с вами изучать компонент системы Jcasa, урок номер 7. Если мы прокрутим вниз и нажмем, например, по какой-то из нашей категории, то мы с вами увидим ошибку, не установленную валюту по умолчанию. Это рано или поздно нужно сделать. Давайте сделаем это сейчас. Если мы с вами пройдем в быстрый старт, перейдем к каталог, перейдем к валюту, то здесь вы уже, в принципе, можете скопировать популярные валюты, как это должно выглядеть. Евро, доллары, гривны, рубль. Пока сделаем рубль. То есть вы просто кликайте по заголовку и можем просто отсюда взять, вот скопировать, как это выглядит. То есть какие параметры где нужно подставлять. То есть без активации хотя бы одной валюты и назначению по умолчанию у нас магазин работать не будет. У нас пока ничего не создано. Давайте создадим первую и назначим ее по умолчанию. Нажимаем создать. Заголовок, например, пишем рубль. Следующее поле обязательно. Здесь, кстати, есть подсказочки на русском языке. Обязательно пишем заглавными буквами, вот так вот руб. Здесь в подсказке об этом сказано. Или другие валюты. Дальше символы валюты. Курс валюты пока по умолчанию. Здесь в подсказке в самом низу написано для валюты по умолчанию установите значение. У меня автоматически это стоит. Пока мы это не трогаем. Дальше изображение валюты. Обязательно здесь ищем ру-ру. Вот я нахожу ру-ру. Убираю. И описание, например, вот такое. Да. Нажимаем сохранить. Здесь сразу после сохранения показывается флаг. Дальше здесь нажимаем закрыть. И вот здесь вот есть такая звездочка по умолчанию. Кликаем по этой звездочке. Валюта по умолчанию назначена. Но вы можете назначить любую валюту по умолчанию. Если у вас это доллары или гривны. То есть любую валюту можно назначить по умолчанию. Аналогичным способом по кнопке создать вы создаете любую интересующую вам валюту. Так же как это выглядит в быстром старте здесь. Важный нюанс. Если вы будете на своем интернет-магазине использовать только российский рубль, то ничего больше делать не нужно. Он у вас по умолчанию. Курс валют здесь стоит по умолчанию. Вот здесь вот менять ничего не нужно. Это значит, что на сайте люди смогут приобретать товары, оплачивать только российским рублем. А если вы хотите иметь на сайте смену валюты, то есть чтобы человек мог выбрать из выпадающего списка, например, оплатить гривнами или оплатить долларами, то здесь нужно еще произвести некие настройки. Сначала нам нужно создать еще валюты. Как это выглядит здесь? Давайте для примера создадим доллары и гривны. Нажимаем на кнопку создать. Заголовок пишем. Дальше ставим код валюты. Дальше ставим грн. Описание я ставлю. Национальная валюта Украины, например. Здесь ищем флаг и здесь есть поле поиска. Можно написать просто УК и из списка выбрать. И нажимаем сохранить. Дальше мы нажимаем сохранить и создать. И давайте создадим доллары. Дальше код валюты. Символ валюты. Ставим знак доллара. Описание. Здесь в поиске US. И сохранить нажимаем. Так, мы создали. Закрываем. Обратите внимание, что у гривен и у доллара у нас вот здесь курс валют стоит по умолчанию, так же как и у рублей. Это неправильно. Это нужно изменить. То есть нам нужно поставить сюда правильный курс валют на сегодня. По сути, курс валют может поменяться хоть каждый день. И нам придется вручную каждый день вот здесь вот проставлять. Это, конечно же, не вариант. И нам хотелось бы, чтобы в автоматическом режиме курс валют, когда он сменится, например, у центрального банка, чтобы здесь автоматически для гривен и для доллара относительно рубля менялся курс в автоматическом режиме. Давайте это реализуем. Для этого нам потребуется специальный плагин. Вот его название. Плагин позволяет подключить компоненту jcasa.xml файл с сайта Float Rates с новейшими курсами валют, которые ежедневно обновляются один раз в 12 часов. Давайте сначала такой плагин установим. Установим. Переходим в админку нашего сайта. Переходим в компоненты jcasa. Переходим в инструменты. Расширение. Прокручиваем ниже и ищем данный плагин. Данный плагин находится вот здесь. Я его нашел. Прямо на картинке здесь написано Float Rates. Давайте нажмем на кнопку «Установить» и установим данный плагин. Установка плагин успешно завершена. Данный плагин у нас находится здесь же в списке расширений. Если мы посмотрим, он у нас вот здесь. Мы можем перейти сразу в плагин непосредственно отсюда. То есть здесь у нас есть вот такая вот иконочка вилочки. Если мы по ней кликнем, зайдем внутрь плагина. И валюта по умолчанию здесь показывается рубль, потому что мы выбрали с вами валюту по умолчанию именно рубли. Мы его обязательно включаем. Переходим о плагине. И где нам взять эти все курсы валют? Мы берем его вот с этого сайта. Здесь есть ссылочка. Кликаем по этой ссылке. Нас перебрасывает на главную страницу данного сайта. После включения плагина не забываем нажать «Сохранить». Плагин успешно сохранен. Переходим на сайт. Давайте сначала поставим «Узнаем курс валют для доллара». Для этого мы прокручиваем чуть ниже. Здесь самое верхнее «Доллар США». Кликаем. В этом списке мы прокручиваем и находим российский рубль. И напротив, в третьей колонке, нам нужно взять вот это значение. Скопировать. Перейти на наш сайт. Из плагина мы выходим. Переходим в компоненты J-касса валюты. И проставляем это для доллара. Можно зайти внутрь, кликнув по заголовку, и проставить это здесь. Вот в этом поле. Или же можно кликнуть прямо по курсу валют вот здесь. И вот здесь вот внизу проставить это значение и нажать на галочку. Все. Курс валют на сегодняшний день, какой он есть, для доллара мы с вами установили. Давайте это проделаем для гривни. Переходим на сайт. Кликаем здесь по «Главное». Переходим на главную страницу данного сайта. Прокручиваем до курса валют по валютам. То есть не первая колонка, а вот вторая ниже. Здесь в самом низу практически украинская гривна находим вот здесь. Кликаем. И также в этой колонке мы ищем российский рубль. И получаем из третьей колонки данные. Копируем. Переходим на наш сайт. Кликаем по курсу валют напротив гривны. И проставляем значение. И нажимаем галочку. То есть вот таким вот образом. По аналогии вы тоже самое делаете для других вариантов. Например, евро и так далее. После этого можно будет на сайте вывести специальный модуль, который также существует у джекаса, за счет которого вы сможете и ваши клиенты смогут сменять. То есть, например, человек сможет оплатить товар с вашего магазина именно гривнами. И заодно сразу посмотреть, сколько это будет в гривнах стоить данный товар. Автоматически будет сменяться цена. И этот расклад работает правильно только если у вас именно рубль по умолчанию. То есть вот здесь вот стоит звездочка. Такое может случиться, что вы делаете интернет-магазин не для русскоязычной аудитории. И вам нужен по умолчанию доллар. Тогда вы ставите звездочку напротив доллара. И вот этот курс по умолчанию, где 1.0000, он будет у доллара. И, соответственно, получать данные вот с этого сайта нужно уже по-другому. На данном сайте вы проходите в российский рубль. Кликаем по российский рубль. И здесь получаете данные для доллара. Вот таким вот образом. Подводим итог. Установив специальный плагин, который в автоматическом режиме будет менять курсы валют. В соответствии с изменениями в банке. Это все будет у нас работать нормально. Если вдруг будут какие-то проблемы на сервере. И какое-то время будет недоступен, например, сервис. То данные будут браться из курса валют. Именно из этих настроек последние данные, которые у нас здесь вписаны. На этом данный урок я заканчиваю. Если для вас он был полезен, поддержите меня, пожалуйста, лайком и подпиской на канал. Чтобы не пропустить новые познавательные выпуски. Напоминаю вам, что у меня осталось 25 уникальных промо-кодов на покупку системы J-CASA. Чтобы получить промо-код, просто напишите мне на почту. Почта будет в описании к этому видео. Также подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Ссылка в описании. Я там дублирую все свои ролики, если вам будет удобнее просматривать их со страницы ВК. На этом я с вами прощаюсь. И до нового видео, друзья. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или с сайта на Joomla, не важно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием «Хостик». Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok